Ребята, всем привет! Сегодня у нас опять разговор пойдет про очень интересные, очень мощные и необычные, для тех кто не в теме, двигатели на неодимовых магнитах. Вот такие. Они способны отдавать крайне большую мощность при очень скромных размерах. Вот этот весит всего лишь 80 грамм и обладает мощностью в 500 ватт. Этот двигатель позволяет долговременно отдавать до 800 ватт мощности. Я думаю, может быть и киловатт, например, зимой может отдавать. У них существует ограничение по нагреву. Когда он нагревается сверх 80 градусов, неодимовые магниты, на которых он построен, начинают деградировать. Уменьшать свои магнитные свойства, он от этого еще сильнее начинает греться. В общем дело только ухудшается. Вот можно заметить, вон они там ходят неодимовые магниты приклеены. Обратите внимание, каким толстым проводом здесь намотано. Если честно, мне такие обмотки нравятся гораздо лучше, чем когда мотают многожильным тонким проводом. Потому что вот здесь меньше шанса, что оно замкнет. А замыкание, по крайней мере, у меня уже пару раз было внутри двигателя. И поэтому мне совсем не нравятся обмотки, которые мотают тонким проводом. В качестве примера могу показать вам с тонкими обмотками двигатель. Вот он, видите? Здесь намотано не одним проводом, а наматывается пучком проводов. Именно поэтому может создастся ложное впечатление, что эти двигатели намотаны какими-то тонкими проводами. Смотрите, какой пучок. Вот он, видите? Весит целых 200 грамм. Кстати, винтики у меня тоже подросли. И мы сюда поставим более гигантский. Ну и с теми винтами испытаем. По винтам вообще интересная картина. Есть такие маленькие малыши. Диаметр 34 сантиметра. Есть винтики из прошлого видео диаметром 47 сантиметров. И есть у нас сегодня вот такие монстры, ребята. Я даже этой линейкой не смогу измерить. То есть тут за два захода нужно измерять. Значит так 50... 76 сантиметров получается винтики. Вот такой гигантский, просто огромный. И мы сегодня испытаем, друзья. Я уже здесь адаптировал его под двигатель, потому что он под более крупные моторы. И сюда он в общем-то не предназначен. Но мне хочется попробовать, потому что есть такие винты. Очень любопытно. Надолго включать не буду, чтобы не перегреть мотор. Но мощность он какую-то свою должен отдать. Отдаст даже сверх, наверное, 800 ватт в этот винт. Итак, ребята, цепляем к стенду и начнем пробовать. Для начала поставлю тот же самый винт, что использовался с маленьким двигателем. Для сравнения, так сказать. Ну а потом поставим гигантский и попробуем удивиться от той тяги. Подключаем. Работает уже хорошо. Давайте дадим малый газ. Ну вот самый малый газ, который только можно дать. Меньше уже прерывается. Красота какая! Итак, батарея 2С. Будем измерять тягу. Прошлый двигатель, тот что поменьше, с этим винтом выдавал 500 грамм. Итак, по нолям даем на всю. Что-то прям совсем мало, 200 грамм. Батарейка сдохла, что ли? Или что? В чем причина? Смотрим, ребята, максималочку. Ого, ничего себе! 875 грамм на 2С аккумуляторе. Он прям даже не сверх сильно заряженный у меня сейчас. Ну вот такие новости. Сколько же он на 6С выдаст? Аж страшно становится. Давайте попробуем 12 вольтовую 3С. 1,2 килограмма было в прошлый раз. Ну почти заряжено. 12 вольт на борту. В прошлый раз было 1,2 килограмма тяги. Все, весы загрузились. Все, понеслась. Ничего себе дергает. 1,8 килограмма, ребята. Почти 2 килограмма удалось выжать. Сколько же на 6С будет? Аж страшно стало. И винтик бы не разорвало. Давайте пробовать. Ставим гигантскую батарею и гигантский регулятор оборотов. Тут у меня даже с кулером от компа. Эту мелочевку отключаем. Главное не забыть сегодня про направление вращения. А то в прошлый раз чуть не порубало. Это не очень-то и приятно, когда так. Раз, два, три и четыре. Подрывает жестко. С вращением угадал. Ну что ж, ребята, давайте. Хоть бы винт не разорвало. Я-то его облегчал, утончил. То есть уменьшил прочность ему немножко. Но зато он более тяговитый. С прошлым моторчиком, вот с таким, на этой же батарейке винт выдал 3 килограмма тяги. Что будет здесь, неизвестно. Но мы обязательно попробуем. Ребят, это рекорд был. 5,1 килограмма. Не зафиксировалось, вам не видно было. Давайте еще раз. Ну вы все видели, ребята. 5 килограмм, даже 5,2. При этом двигатель в общем-то не греется. Чуть-чуть тепленький. По характеристикам, которые на Али были прописаны, там до 3,5 килограмм тяги этот двигатель. Скорее всего 3,5 и нельзя превышать, чтобы он не перегрелся. Сейчас все-таки прохладное время. Оно лучше охлаждается, более холодное изначально. И поэтому оно не успело перегреться. Так бы, я думаю, успело бы. Ну все, ребята, час икс настал. Да мы еще и рекорд поставили. 5,2 килограмма в пике было. Это рекорд винтовой тяги на канале. Давайте попробуем его перебить и поставим гигантский винт. Попробуем запустить с гигантским винтом. Можем, пока винтики все сняты, измерить обороты на холостом ходу. 340 умножить на 24 вольта. 8100 оборотов должно быть. Обороты как вкопаны. 8400. Информация правдивая. Оказалось, ровно 340 кВт. Там плюс-минус 2 процента. Ставим гигантский винт и пробуем. Я уже не могу терпеть. Проверяем вращение. Ух, ничего себе. Запускается не сразу. Жесть. Это да. Вот это звукан. Такое ощущение, ребята, что дым пошел. Вы не заметили? Провода нагрелись. Сам двигатель холодный. Но вот провода нагрелись адски. Я аж через алюминий почувствовал. В общем, 6s нельзя давать слишком много. Дым идет с двигателя. Попробуем по-быстрому, чтобы дым не успел пойти. Испытать, так сказать. Может еще рекордник поставим? Как оно запускается? Нет, ребята, три с половиной килограмма. Но это и понятно. Слишком гигантский винт. Но работает мега эпично, согласитесь? Сделал установку. Можно даже вот так наваливать теперь. О как! Вот эта тяга! А как выключать теперь? Люди! Люди! Мясорубка знатная получилась. В таком режиме на 2s не греется, ребята. Тяги, конечно, не так много. Но она есть, поверьте. Я как настоящий плюшкин набрал себе целую гору винтов таких карбоновых. Но пока они дешевые, мало ли, вдруг подорожают. Мне они очень нравятся. Ну а по двигателю какое резюме? Работает отлично. Стоят немаленькие подшипники. Можно заметить. И с нормальными человеческими вот такими винтами. Я думаю, он будет долго и счастливо работать. Я его подпалил немножко. Но подпалил просто изоляцию. Изоляция самая обыкновенная здесь, не силиконовая. Внутри двигателя. Главное, вот эти проводки, они силиконовые. Их так просто не подпалить. Ну а вон там внутри почему-то обычные провода ПВХ. Видно, они поплавились. Ну в таких режимах, конечно, никто не будет эксплуатировать эти двигатели. Он получается значительно мощнее. Но тем не менее, этот пока для моего проекта больше подходит. Потому что он легкий, маленький. А тягу выдает тоже приличную. И мне кажется, он экономичнее. Хотя на экономичность надо бы и этот подпроверить. Ну а теперь, естественно, испытаем на долговременную работу. Выставлю по весам килограмм тяги. И посмотрим, сколько на килограмме проработает. Поставил кассовный доработанный винтик карбоновый. Тянет килограмм 20 грамм. Ждем, сколько проработает. Свет выключили, но мы работаем. Прошло 19 с половиной минут. Еще есть заряд в аккумуляторе. По-прежнему маслает. Маслает неплохо. Ждем дальше. Будем подсвечивать лампочкой. И контролировать процесс. Свет дали. Испытания подходят к финишу. Уже чувствуется, замедлился движок. Сейчас запищит, думаю. Получается 28 минут. 29 минут. 28 с половиной минут проработал до полного вырабатывания батареи. Маленький двигатель работал 25 минут. Но я его тестировал на 1,2 килограммах тяги. Я теперь всегда на экономичность буду на одном килограмме тяги тестировать. Так будет более показательно, более понятно. Ссылки на винты и на двигатель оставлю в описании к этому видео. И помните, друзья, я с них ничего не зарабатываю, хотя мог бы. У меня на этом всё. Кому было интересно, а может быть даже полезно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Кому не приходят уведомления о новых видео, бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч! Может быть когда-нибудь сниму обзор на вот этот замечательный импеллер. Микроскопический. Хочется узнать, какая у него тяга. У него тут под 100 тысяч оборотов, наверное. Такой вот есть экземпляр. Ребята, напишите в комментариях, если интересно такое. Дичь какая-то. Прикоскопический. Поехали. Время.